Эх, Таня, Матаня! Итак, у вас активный малыш, он ползает и ходит. Помните, для того, чтобы куда-то забраться, ребенок сам быстро научится. И он заберется на самую верхотуру. Поэтому мама должна научить ребенка обязательно сползать и переползать. То есть это две вещи, которые лучше научить самой. Иначе окажется ребенок, вы там чуть-чуть вот прям отвернули сторону, а ребенок уже где-то высоко. Первое, значит, если вы учите переползать, для этого нужно создавать искусственные препятствия. Например, сверните плед и смотрите, чтобы ребенок переползал. Следите за ним. Либо переползать через себя, через маму. Очень замечательно и удобно. То есть при смотрах ребенок научится. Уговорите ребенка, перелезь. Можно сделать маты. Какие-нибудь валики, например. Так, контролируем, ничего страшного. Опа! Вот такие мы у нас. Для того, чтобы научить ребенка сползать, нужно ему немножко подсколзать. Во-первых, у него должен быть стимул. То есть внизу должно быть что-то интересное. Ложим ребеночка. И разворачиваем. Развернись. Разворачивайся. Давай. Упадет. Смотри. Бух. Упала. Упала. Нужно не передам. Нет. Так, бух. Так, бух. Вот, назад. Давай, давай, давай. Спускайся. Не бойся, не бойся. Вот. Молодец. Молодец. Мы сползли. Вот. То есть нужно учить ребенка, чтобы он не передам плевал, а сползал задним ходом. Непростая задача. Вот так вот. Видите? Опа. И молодец сам. Все. Пока-как. Учите своего ребенка. Чтобы не было никаких лишних травм и сидяков. До свидания. Ставьте голос, если вам понравилось. И подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует...